Здравствуйте друзья. Сегодня поговорим про такую составляющую умного дома как медиа устройство. А героем обзора будет система из двух панелей с адресными светодиодами и несколькими вариантами управления, по сети, при помощи пульта и встроенным микрофоном для света музыкального режима. Тип устройства двойная LED панель. Номер модели MS210524-01. Тип светодиода в адресные 16 миллионов цветов. Интерфейсы. Wi-Fi 2.4 ГГц, инфракрасный приемник. Дополнительные функции светомузыкальный режим. Система управления TUE Smart. Совместимость Amazon Alexa, Google Home SmartThink, Home Assistant. Размер панели 280х45х32.8 мм, с подставкой высота 300 мм. Питание 5 вольт, ток до 1.4 ампера. Поставляется устройство в светлой картонной коробке с фотографией гаджета на фронтальной части. Надписи на английском и иероглифов нет. Доехала хорошо, без повреждений. Внутри все хорошо упаковано, тут есть специальная вставка, куда вставлены обе панели, так что они по коробке не болтаются. Комплект поставки достаточен для того, чтобы можно было сразу использовать панели, ничего дополнительно докупать не надо. Имеется и пульт управления, который кстати будет весьма востребован, чтобы менять параметры и режимы, а также включать и выключать светильник. Пульт компактный и легкий, для питания используется круглая батарейка CR2032. Это именно инфракрасный пульт, не радио, то есть для его работы нужна прямая видимость приемника. Комплектные крепления включают в себя и подставки и винты и наклейки двустороннего скотча. Производитель положил даже небольшой шестигранник для установки винтов. Подставки из черного пластика, предназначены для установки панели в вертикальном положении. Предупреждающие наклейки показывают, что положение светильников должно быть строго вертикальным. Небольшая инструкция на английском, тут описаны варианты крепления, способы управления светильником и подключения к приложению. Панели могут крепиться к ровной поверхности при помощи двустороннего скотча, например на задней стороне телевизора. Я выбрал вертикальную установку на подставках, которые крепятся комплектными винтами. Как я и сказал в коробке нашелся и шестигранник для них. Вот так они выглядят в собранном виде, их можно разносить друг от друга почти на 2 метра. Провода довольно жесткие, светильники легкие, поэтому может быть некоторая сложность, чтобы нормально их развернуть в нужную сторону. Контроллер устройства сводит в одну точку все кабеля, питающие, которые подключаются к стандартному разъему USB-A и управляющие. На нем находится кнопка и микрофон для музыкального режима. Однократное нажатие на кнопку включает светильник, а затем переключает режим. Двукратное выключает, удерживание сбрасывает. Контроллер тоже можно крепить на скотч стационарно, это может пригодиться для использования гаджета для светомузыки, чтобы установить микрофон рядом с источником звука. Также из контроллера выходит короткий кабель, заканчивающийся ик приемником. Именно в него нужно целиться комплектным пультом управления. Питать устройство можно от любого блока питания с разъемом USB-A, который способен отдавать не менее полутора ампер. Но в комплекте идет подходящий, я выбрал с евровилкой. При первом включении в сеть устройство переходит в режим сопряжения, светильники при этом мерцают красным. Базовым приложением управления является Tuya Smart или его аналог Smart Life. При запуске оно автоматически обнаруживает новое устройство и предлагает его добавить. Телефон при этом должен быть подключен к сети 2.4 ГГц. Вводим ее название и пароль и ждем пока устройство подключится. После успешного подключения остается только назвать и добавить светильник в нужную локацию и можно загружать и запускать плагин управления. Он имеет оригинальный вид, чем-то мне напомнил плагин проектора звездного неба, про который я тоже рассказывал на канале. Светильник имеет несколько режимов работы. В этом можно выбрать из предустановленных сцен, которые имеют либо статичное, либо динамичное, то есть меняющееся свечение. Вот так выглядят варианты выбора предустановленных сцен. Их можно менять и из приложения, и при помощи пульта дистанционного управления и кликом по кнопке расположенной на контроллере управления. В быту удобнее всего пользоваться пультом. Это музыкальные режимы. Тут есть четыре варианта, как будет меняться с освещения устройства. Так же настраивается скорость изменения и чувствительность микрофона. Выглядит это так. Удобно то, что в отличие от многих других устройств, которые используют микрофон смартфона, а все команды управления идут по сети, тут используется встроенный микрофон и контроллер. Устройство в этом режиме работает автономно, поэтому нет проблем с зависаниями из-за большого количества команд. Микрофон следует располагать ближе к источнику звука. Еще раз о пульте, описание кнопок которого вы видите на этом слайде. Обнаружил интересный момент, на некоторые из его команд реагирует мой телевизор, что не всегда удобно, так что проверяйте. В приложении есть довольно богато оснащенный конструктор для создания собственных сцен освещения, как статических, так и динамических, так что недостатка в их выборе не будет. Примеры создания таких сцен в конструкторе. В приложении также есть возможность установки таймера выключения или планировщика для автоматического включения и выключения светильника. Как большинство подобных устройств экосистемы светильника, светильник может быть и в разделе есть ли автоматизация. Событием для ее сработки будет включение или выключение гаджета. Так и в разделе действий, тут можно не только включать и выключать, но и сменить режим работы светильника, а тут их три. Цвет, сцены и музыкальный. При активации светильника, он включается в последнем установленном режиме, в том числе музыкальном. Это же происходит и при подаче питания, устройство включается и это можно отнести к недостаткам, потому что посреди ночи такая иллюминация будет не очень приятной. Не стал выделять эти три слайда в отдельный раздел, тут все как обычно. Если аккаунт Tuya подключен в Google Home, то светильник появится и тут. Выбор тут невелик, включение-выключение и выбор статичного цвета в том числе и голосом. Как ни странно, в штатной интеграции Tuya светильник не появляется, это первый случай на моей памяти, но появляются созданные в приложении автоматизации. Которые, как сцены, можно активировать в Home Assistant, тем самым управляя им. Но такой способ завязан на облачные сервисы и не очень надежен. Лучше использовать интеграцию Local Tuya, про которую рассказывал в уроке 9.5, ссылка в описании. Только с тех пор изменилась навигация по сайту, проекты находятся в разделе Cloud Development. После привязки аккаунта, все устройства, в том числе герой обзора, появятся в проекте. Только не забудьте выбрать свой регион, нам понадобится ID устройства. Далее, как я показывал в своем уроке, при помощи Tuya Clivizer и ID любого из устройств, получаем полный перечень устройств с ID и ключами. Далее из меню интеграции, при условии, что у вас уже установлена Local Tuya, выбираем ее из списка. В свою очередь, она показывает свой список устройств, доступных к подключению из вашего аккаунта Tuya Smart. Из которого, по названию IP или ID, нужно выбрать искомое. В следующем окне, нужно написать название устройства, на свое усмотрение и в соответствующих строках ID и Local Key из полученного ранее списка. Если все ок, то вы увидите такое окно, распределение Data Point. Если будет ошибка, нужно подождать и попробовать снова. Также помогает перезагрузка по питанию гаджета. В герое обзора всего 4 Data Point, первый из которых может принимать значение True или False и я его определил в раздел бинарных сенсоров. Для простоты, имена я давал по номеру Data Point, это 20. Все следующие Data Point я определил как сенсоры, 21 очевидно отвечает за то, какой режим работы сейчас активирован. В 24 содержится какой-то код, при первом добавлении не обязательно понимать что это такое, пока просто все добавляем. И последний, 26 Data Point, значение 0. После него ставим галочку не добавлять новые сущности, после чего появляется окно о создании записи конфигурации нового устройства. Теперь переходим к экспериментам. Открываем перечень добавленных нами сущностей и из приложения начинаем делать разные действия со светильником. 20 Data Point показывает его статус включено или выключено. 21 его режим, мне удалось получить два варианта, сцены и музыка. Остальные сущности я не смог определить, они не менялись что бы я не делал, соответствия я им не нашел. Теперь в принципе можно было бы удалить устройство и добавить его по-новому, попробовав прописать на 20 Data Point не бинарный сенсора свитч. Но можно сделать свой темплейт свитч, состояние которого будет синхронизироваться с бинарным сенсором 20 Data Point. На действие включения этого свитча запускается сервис local-to-iaset-dp, присваивающий устройству с указанным ID на указанный 20 Data Point значение true, то есть включить. И наоборот на действие выключить присваиваем значение false, отключить. Пример кода вы найдете по ссылке в описании. Работает это по локальной сети без облаков, светильник включается в последнем режиме. Используя это либо при необходимости меняя значение 21 Data Point на музыку, можно синхронизировать включение панелей например с переходом в состояние медиаплеера, у меня это умная колонка Xiaomi, в состоянии проигрывания. И наоборот при выключении или установке на паузу отключать светильники. Еще один момент, для управления по local-to-ia светильнику нужен статический IP-адрес, так как управление идет по нему. Думаю, что многие отметили схожесть героя обзора с продуктом от Philips, который несомненно послужил вдохновением для авторов этого гаджета. Стоит отметить, что Philips стоит раз в пять дороже, хотя наверняка покачественнее и скорее всего функциональнее при условии наличия родного шлюза. Рассмотренный вариант гораздо бюджетнее и полагаю, что честно стоит своих денег. Смотрится хорошо, глюков в работе не замечено, не требует наличия шлюзов, так как работает по Wi-Fi, также очень удобно управлять комплектным пультом. В позитивную копилку я добавлю и встроенный микрофон для музыкального режима. К минусам отнес бы слишком жесткий кабель, идущий к панелям, что иногда приводит к тому, что они немного разворачиваются в сторону при вертикальном способе установки. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Чтобы не пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. Также я веду телеграм-канал, в котором публикую новости и интересные ссылки на тематику умного дома. Ссылку на него ищите в описании под видео. Спасибо за внимание, до новых встреч.